И всем привет, ребят, с вами Стрыванька, и сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем играть на одном из самых жёстких устройств на Скорпион, да я даже, наверное, бы сказал бы на самом жёстком на сегодняшний момент времени устройстве, это устройство Рой, и это то устройство, которое единственное, а, ну за исключением адреналина, есть у меня на аккаунтике, которое мы сегодня будем реализовывать в рамках матчмейкингового боя, скатаем на уже моей излюбленной комбинации Ареса Скорпион с дроном Кризис, и постараемся дать на этом сочетании контентику, плюс, ко всему прочему, хотелось бы, конечно же, показать хороший результат. Я уверен, что резистов от Скорпиона будет в ближайшее время и после скидок больше, но в рамках матчмейкинга на сегодняшний день есть где-то 5-6 пушек метовых, и эта пушка с устройством Рой сейчас также, по моему мнению, находится в очень и очень хорошей мете, и поэтому мы попробуем сегодня реализовать эту комбинацию, посмотреть, насколько она вообще будет сильная. Так, у меня какие-то лаги, я так походу понял, что у меня сейчас не будет урона. Если у меня не будет урона, то мы сейчас, я думаю, что перепикнем лучше этот бой. Да, урона у меня нету. Закрою сейчас все ненужные вкладки, дабы ничего мне не мешало и не лагало. Никаким случайным образом, и теперь мы уже можем полноценно пикнуть в еще один бой. По дрону сразу скажу, сразу скажу по дрону. Кризис с этой комбинацией очень сильный. Если вы хотите, либо не имеете кризиса и хотите играть на такой комби, то из альтернативных вариантов есть, есть что? Ну, есть, ну, например, гиперион. Есть бустер, да, что одно, что второе устройство, также можно реализовать. Но его эффективность будет уже значительно меньше. За счет чего? Конечно же, в первую очередь, за счет мобильности вашего вооружения. То есть, аресу нужна в моменте скорость, дабы быстро передвигаться к противнику. Хотя, в целом, ну, наверное, на аресе, да, и со скорпионом, есть моменты, когда можно и с большого расстояния наносить большое количество урона. И это тоже будет эффективно. Что касаемо роя, то здесь нужно на постоянной основе стараться хотя бы иметь среднюю, либо ближе к средней дистанцию, чтобы вы полноценно могли наносить урончик постоянно с этой сводки. Если у вас расстояние будет небольшое, и противник будет смещаться ближе в вашу сторону, сводиться нету никакого абсолютно смысла. Даже вот на такой дистанции, если бы сейчас противник ехал не от меня, а ко мне, то моя бы сводка уже бы не достигла бы цели, и я бы не мог бы уничтожить противника. Также, с этой комбинацией, с кризисом, у вас появляется возможность ваншота любого среднего танка, который не прожимает ДАшку, как, например, произошло это прямо сейчас. И понятное дело, что когда у вас залетают эти самые жесткие ваншоты, это уже лучше, чем любая другая пушка, которой этот ваншот выдать не может. Соответственно, у вас появляется возможность набития очень большого количества киллов. Ну и, что касаемо, что касаемо Роя, то Рой это, ну, как дополнительный бонус на тот момент, когда вы просто где-то там аккуратно открываетесь под противника, которого вы не имеете большого, большого процента возможности уничтожить, да, но просто как дополнение, да, как дополнение Рой работает очень круто, очень эффективно. А так, в принципе, самое сильное, что есть у нас на Скорпионе, это аркадный выстрел. И аркадный выстрел с, например, ДДшки Кризиса, либо с Кемпера ДДшки, когда у вас фулл ХП, это очень, очень большой урон, который в совокупности вам открывает возможность доминирования над любым противником, который не имеет резиста от вашей пушки. Ну и, понятное дело, что еще многое зависит от того, как грамотно и правильно прожимает противник расходку. Если он, например, начинает с ДДшки, с Респа, вот как этот молодой человек, то вы можете просто его ваншотнуть и уничтожать. У нас уже 18 киллов в рамках этого боя за 3 минуты, за 3 минуты 18 киллов. И, кстати, вот насчет еще сводки. Есть тоже небольшая такая корректировочка и совет на правильную реализацию. Если вы даете сводку по молодому человеку и знаете, что у вас, скорее всего, по нему уже залетит выстрел, то старайтесь сразу уже искать следующего противника, а не стрелять по нему. То есть вы сольете одного противника сводкой и дальше заберете уже еще одного игрока. То есть у вас будет сразу 2 дополнительных килла за кратчайший период времени, что будет очень и очень хорошим дополнительным бонусом для вас. Но что касаемо этого боя, то очень простой, очень-очень даже, я бы сказал, простой бой. Прожимаем овердрайв, дабы засейвить свое ХП. Шаф в очередной раз целится в меня. Викинги здесь не прожимают расходку. Соответственно, это все ваншотные танки, которые мы можем уничтожать и уничтожать очень просто. И у нас уже 28 киллов. У меня какие-то лаги происходят. Не знаю, что за лаги, но ладно. Будем надеяться на то, что на видосе особо сильно этих лагов не было видно. Но, наверное, конечно, они все равно появляются. Но, пока что я с этим ничего поделать не могу. 6-0 у нас. Очень хороший бой. И посмотрим, сколько нам дадут вообще кристаллов за эту карту. В рамках этого боя. Ну, наверное, если залетит тут какой-нибудь... Ой-ой-ой. Что здесь спасательный мигает? Если здесь залетит какой-нибудь 4-5 тысяч за 5 минут. Ну, это будет очень неплохо. Это будет прям очень неплохо. Но такой бой, конечно, я бы вообще полный поиграл бы. В нем можно было бы дать очень большое количество киллов. И очень большое количество кристаллов заработать. Как раз таки то, что нам нужно сейчас перед скидочками. Ну, есть у нас досрочка. 5 минут и почти 5 тысяч. За 5 минут 5 тысяч кристаллов. Это очень хороший результат для... Ну, в принципе, вообще матчмейкинговой катки. Для этой комбинации это вообще супер круто. Когда такие комбинации открывают возможности. И в целом, что бы я хотел бы сказать по Скорпиону. Уже завтра у нас скидки на модули. И резистов от этой пушки станет 100% больше. Уже в рамках матчмейкинговых боев можно встретить... Ну, например, вот как здесь. 3 резиста. Да, там 4-5 бывает в зависимости от катки. В зависимости от противника появляются эти резисты. Но против реза сможет ли эта пушка показать супер хороший результат? В каких-то ситуациях, да. В каких-то ситуациях будет очень и очень сложно. С роем на кризисе точно против реза играть можно. И хоть это будет и чувствоваться, но работа будет происходить с дронами, которые не повышают дополнительно урон, будет уже потяжелее. Но нужно понимать, что если у вас Скорпион это как не первая пушка, то это хороший выбор. Если это первая пушка, которую вы собрались прокачать на фул и играть именно на ней, то я бы не советовал бы это делать. Потому что, ну, брать ту пушку, от которой будет большое количество резистов, как на первую пушку для себя, это неграмотное решение. Абсолютно неграмотное решение. Поэтому можете просто держать ее в голове и в дальнейшем ее где-то как-то приобрести. И уже потом на ней благополучно играть. Потому что я думаю, что по балансу она не поменяется. То есть она находится в хорошем балансе. Прям в хорошем. То есть не в среднем, а именно в хорошем балансе. Но этот хороший баланс в моем понимании не поменяется с этой пушкой. И он будет оставаться таким же и в дальнейшем. И можете также спокойно потом играть эффективно на этой пушечке. Так, у нас там два гаусса неприятных. Шафт. И что-то там еще было у нас сверху. Только я забыл, что там было. А, ну ладно. Скорпионов оставлю. Шафт. И гаусс. Возьмем такой резистик. Гаусс сейчас, поймите, тоже стал очень крутой. А, можно было от магнума взять. Ну ладно. Так что будем пробовать сейчас в рамках этого боя заработать как можно больше кристаллов. И как можно больше киллов сделать. Благо карта у нас большая и на такой карте. По идее вообще на Скорпионе должно быть очень эффективно и круто. Но насколько эффективно мы в рамках этого боя как раз таки и посмотрим, что у нас получится реализовать. Плюс сверху с ареса, конечно же, дополнительные ловерки будут. Надо также не забывать наносить сводочки. Лаг сервера у нас происходит. И со сводочек тоже дополнительный урон накидывать. 13 киллов у нас уже есть. Для такой карты это очень хороший результат. То есть вы можете посмотреть сколько уже очков набили наши тиммейты. Сколько у меня примерно. Это хорошие цифры. Диктатор у нас выезжает, но его довольно быстро уничтожают. И вообще по-хорошему было бы мне попытаться заехать к противнику на базу. И уже с базы покидать. Здесь сверху я бы не сказал, что супер много у нас здесь будет залетать. Диктатор сдает оверку. Кушаем ему сводочку. И кстати о переходе на ддшку. То есть когда вы даете сводку, старайтесь всегда, чтобы вы были на дд по итогу. Чтобы вы дополнительный урон за счет ддшки тоже всегда наносили. Если вы будете на бромне в этот тайминг, то ваш урон будет в 2 раза меньше. В 2 раза меньше урон, но это не так круто. Особенно когда у вас есть возможность пережатия с одной расходки на другую на кризисе. Чтобы это было эффективно и круто. Насчет кризиса в целом. Да, я знаю, что многие как всегда скажут мне, что блин, но ты на кризисе. Поэтому там у тебя реализация лучше. Да, это факт. С этой комбинацией намного сильнее чувствуется реализация именно на кризисе. Но и без него я уверен, что можно эту комбинацию реализовать. А это будет значительно хуже результат. Но если вы любите... Просто с кризисом у вас есть возможность играть в тот стиль игры, который мне нравится. Без кризиса это максимально дальнобойная пушка, Которая должна стоять на месте и с расстояния наносить урон. А я не люблю абсолютно вообще никак не люблю стоять на одной позиции И с этой позиции кидать урон, 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 урон. То есть в моем понимании вы должны двигаться. Вы должны постоянно двигаться. Чтобы это было более интересно и более эффективно с точки зрения командной игры. Да, может быть по очкам там будет где-то у вас просадка, Из-за того, что вы будете больше уходить на респ. Но если мы учитываем фактор командной игры, А не только вашего соло гейминга, То это, конечно, вещь, которая мне намного больше интересна. Так, я вообще постараюсь открыть чуть-чуть зону для своих тиммейтов, Чтобы кто-то попытался заехать и увезти флаг. Ой, хорошо уж, вот этого молодого шума уничтожили. Так, есть попытка увоза. Если что, мы делаем страховочку. Блин, там викинг овердрайв прожимает. Плоховато. Надо вообще попробовать еще, может быть, под заходик овердрайв тушить, Когда кто-то будет заезжать. Как раз там овердрайв у нас снизу имеется. Так, тычку неплохую даем. Сразу на нетружку. Переключаемся и летим забирать овердрайв. Так, ваншот будет. Хорошо. Паладинчика ваншоты. И пытаемся заходить под увозик. Может быть, даже сейчас... Ой-ой-ой, сколько тут мин. Ничего себе. Это кто столько мин в подъем наставил? А, Серега. Серега. А, нет, не Серега, а Сенсей. Сенсей. Ладно, Сенсей. Здесь у него кулдаун сейчас своего минера. И сейчас-ка мы его уничтожим. Не знаю, был у него КД или нет. Так, надо, чтобы сейчас кто-то из наших тиммейтов пытался зайти к ним на базу. Мы прожали этот замечательный овердрайв. Вижу четыре танка на линии. Сразу, конечно же, под такую-то линию можно и овердрайв прожимать. Четыре танка у нас улетает. Мамонт вжимает свою оверку. Я прожимаю... Прожимаю. Свожу. Свожусь, и эта сводка не работает. То, о чем я и говорил. Сводка на маленьком расстоянии, это не то, что вам нужно для реализации вашего вооружения. Так, кстати, у нас должен быть сейчас еще один овердрайв. Поэтому давайте я лучше спрыгну вниз. Заберу. Попытаюсь оверку. Гаусс у нас тут на сводочках работает. Блин, викинг меня хочет столкнуть. Ну зачем? Зачем, дружай? Зачем? Ну и меня еще и слили. Оверка сейчас будет падать. Сейчас будет падать наша оверочка. Есть оверочка. И ее забирает вражеский паладин. Блин, мог бы его ваншотнуть вообще, если честно. Если бы попал бы выстрелом. Но, к сожалению, я промазал. Там у меня с аресом не открывался подобный прострел. Так, хорошо. На очень большом расстоянии у Скорпиона сейчас немного занерплен урон. И вы наносите где-то полтора раза меньше урона, чем выстрел с средней, либо не со столь большой дистанции. Но сильно, наверное, это не меняет эффективность пушки и ее реализацию. То есть это все равно пушка, которая на большом расстоянии за очень быстрый период может дать большое количество урона с одной тычки. То есть с одного шота. И в нашей игре на сегодняшний день не такое большое количество пушек, которые это сделать могут. Так, а я вот понял, почему меня этот гром так жестко уносит. Потому что у него устройство с громом на дальность, которые на большом расстоянии наносят просто колоссально большое количество урона. И это, конечно, очень-очень неприятно, когда эти тычки залетают именно по мне. По УОЗам пока что у нас есть проблемы. Шар, кстати, полетел... А, а как он полетел вверх? Не понял. По идее он должен был на низ лететь. Но, ладно, молодого на низ спрыгнуть за байт или это уже неплохо, сводочку даем по шафту. Примерно, когда уже сводочка долетает. А, он спрятался за стенку. Переключаемся на ддшечку, конечно же. Так, и там у нас против еще два магнума есть. 5,5 минут до конца. Овердрайв на центре, по идее, должен, наверное, сейчас падать. Потому что у нас была одна оверка относительно недавно. И, ну, плюс-минус по таймингу, наверное, да. Титан уже едет на центр забирать зону. Наш викинг тоже контролирует позицию. Значит, оверка должна быть прямо сейчас. Падаем на точку. И ждем выпадения этого замечательного овердрайва. Паладин, как и любой другой средний танк, без ДА-шки уходит на ваншот. И этим всегда на Скорпионе нужно пользоваться. То есть, этими ваншотными танками вы обязательно должны пользоваться. Это самая жесткая вещь, которая есть вообще на этой пушке. А ваншотинга... Ну, я даже не знаю, что еще сейчас может давать ваншот. Что? Гром на дальность. Да. Но гром на дальности не имеет такое большое количество игроков. Его получить было не так просто. Плюс это нужно было с ультракантов получить... О, под критами. Вот, под критами. Кстати, это очень тоже вкусная вещь. Под критами. Криты, когда диктатор раздает. Это прям приятненько. Так, наш тиммейк, к сожалению, не увозит. Отлично. Еще 2000 стычки даю по этому... Титанчику. Так, у меня появляется овердрайв. Что мы делаем? Блин. Хорошо, процента много не слетело. Но там линия была неплохая. Три танка. Я говорил о том, что я хочу сыграть командно в этом бою. Но по итогу моя команда супермного дефает. И особо вариантов на увоз у нас в этом бою не было. То есть, как бы я бы не хотел, то я могу, ну, по большей части, чисто подсаппортить своим тиммейтам. Я могу помочь в какой-то ситуации. Но самому в соло увозить на такой карте в CTF-ке это крайне-крайне сложно. И по большей части здесь я могу дать только возможность пространства небольшого для своих тиммейтов. Если мои тиммейты не будут открываться под увоз и не будут стараться это делать, да, например, вытягивать флаг на мост, как это было, да, в моменте. Если бы там овердрайв, кстати, викинг в том моменте не прожал, то я думаю, что были бы шансы у нас на доставку. Но в целом, да, то есть соло, соло, эта комбинация будет играть больше в TDM. Да, то есть, ну, пространство даешь, а толку от того, что ты даешь это пространство. То есть реализация будет хорошая по очкам, но не по командным действиям. Но и командные действия могли бы быть на другом уровне, если бы, как я уже сказал, просто чуть-чуть бы больше бы повезло с тиммейтами, которые пытались бы увозить эти флаги на аресе подсаппортить под овердрайв можно очень вкусно. Ну а так по киллам, но это просто сказочка, просто сказочка. Когда ты даешь столько урона, это круто, это круто, да, что у нас есть такие вооружения. И на сегодняшний день этих вооружений стало еще больше, да. Помимо Скорпиона у нас есть Гром, у нас есть Рикошет, у нас есть Шах, да, то есть и все это можно реализовать, все. Вопрос лишь только в том, сейчас еще Страйкер новый обновленный, вопрос лишь только в том, от чего резист у противника. Гаусс есть еще, да, то есть если у противника нету реза от вашей комбины, то она будет еще более эффективной, еще более жестко работать. Поэтому за этими моментами тоже нужно внимательно наблюдать и по ситуации реализовывать. Две минуты остается у нас до конца боя. Надеюсь очень сильно на то, что мы сейчас тыщеночку здесь переварим. Так, по Страйкеру тычка залетает. Не сказать, что супер большая. Ой, хорошо. Открываю Васпика. Полторы минуты. Одну оверку я еще успею прожать. Главное, чтобы этот овер был нормально прожат. Так, и противник здесь уже на мост накидывает контент с магнумом и минками. Блин, ну меня сливают. Не дают, не дают, не дают пока что поражать мне овердрайв. Но я думаю, что сейчас мы это сделаем. При этом противник скорее всего будет опять падать вниз. Посмотрим, получится или не получится. Мамонта, блин, тоже оверка есть. Вот так вот едет, когда противник нету смысла вообще сводиться. Это ошибочная сводка. Ну и Гром, боже, Гром. Какой же он сильный, блин. И какое маленькое количество игроков его имеет. Просто мизерное количество игроков его имеет. Но насколько же это сильное устройство? Насколько много оно урона может наносить? Это, конечно, ужас. Это просто ужас. Так, хаваем минку. 20 секунд до конца. Подождем пока еще кто-то у нас отреспится. Может кто-то откроется под мост. Да, есть линия неплохая. Прожимаем. Отлично. Играет. Играет. Хорошо. 2 плюс танка есть. И тысячоночку очков. В таком бою мы зарабатываем. Максимальное количество очков у противника 600. У наших тиммейтов 400. Ну, для нулячей катки, наверное, хороший результат. Если 10 тысяч дают, то это вообще супер. Смотрим на прибыль. 11 с половиной. Ну, вот так вот. Просто. Вот так на пассивичах 11 с половиной. Бомбически. 100%. Да. Поэтому, если у вас есть возможность поиграть на Скорпионе, у вас это есть пушка, вы думаете до сих пор покупать ее. Ну, вернее, не покупать, а прокачивать ее. Потому что покупать ее нельзя. В контейнерах можно было выбить. Но большое количество игроков выбило. Просто сейчас думаю, да, прокачивать, не прокачивать. То. Эту комбинацию 100% можно эффективно реализовать. На кризисе будет... Без кризиса будет хуже. С кризисом будет лучше. И ваншоты это все. Это все для этого вооружения. А именно ваншоты дают эту максимальную прибыль. Аркада. Этой пушки. Не сводка, а именно аркада. А рой это дополнение. Которое за танкофонд тоже получили большое количество игроков. Есть еще варианты с другими устройствами. Но пока что я их не могу рассмотреть и пообозревать. Но есть одно устройство, которое аркадой как раз таки дает сплэш урон. Я не помню как оно называется. Либо разрывные боеголовки наверное. Да, наверное оно. Когда это устройство у меня будет, то возможно я тоже на него запишу обзор. И если оно будет супер эффективно, то вам тоже его зарекомендую. Ну а так в целом. Скорпион. Если у противника нет реза. Это просто до свидания. Это очень жестко. Пишите что вы думаете по поводу скорпиона. Пишите что вы думаете по поводу всей этой движухи реализации. По поводу устройства роя. Играйте сами на нем. Выбили, не выбили. Будет интересно все это дело конечно узнать, почитать. Поддержите данный видос лайками, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте. Ему личный так это так темп. Устанавливайте его. Поддержите меня. Участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Все информации по этому поводу есть в описании. И также не забывайте о том, что уже сегодня, уже сегодня, вот вы смотрите этот видос, а уже сегодня итоги на 1 миллион кристаллов. В описании еще есть ссылочка, возможно если в субботу смотрите этот видос. Есть ссылочка, переходите на видос. Участвуйте в розыгрыше на лямпчик. Возможно именно вам повернется удача. Вы будете одним из 10 счастливчиков и получите контентовую соточку кристаллов. Соточку тысяч, я имею ввиду. Кристаллов на свой аккаунт. Поэтому перейдите, поучаствуйте, выполните максимально простые условия. Возможно кристаллы подкидочки контентового вам упадут. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Продолжение следует...